Будущее маркетинга и рекламы и чему будут учить специалисты 2025 года. Вузами и системе образования жизненно необходимы новые подходы в коммуникации с современными школьниками и студентами. Интеграция университетов в социальные сети и новые виды медиа происходит значительно медленнее, чем это вообще может быть и чем это должно быть. И поэтому назревает вопрос, как и кто сегодня использует диджитал для формирования сообществ вокруг школ и университетов. Итак, модераторами данной лекции будут Радостьева Анастасия, Пермский политехнический университет, кафедра связи с общественностью, а также она директор рекламного агентства Студия Писатель. И также Чесноков Эдуард, Эдвард, извиняюсь, Комсомольская правда. Благодарю еще раз всех собравшихся. Думаю, никто не будет возражать с тем мнением, что действительно наука развития общества двигается катастрофическими темпами. И, к сожалению, не всегда ведущие вузы и школы успевают за этими темпами, тенденциями. Но бывают все-таки инноваторы во всех этих сферах и лучшие представители сегодня здесь. Мы попросим вас поделиться, собственно, вашими практиками, опытом в интеграции социальных сообществ ваших образовательных учреждений с целью выстраивания коммуникаций с вашими подопечными, учениками и студентами. Есть ли пожелания, с кого мы можем начать, кто самый нескромный, либо, я поймала взгляд на себе великого Александра Владыки, представитель ректората Дальневосточного университета, и можно ли начать с вас? Спасибо большое. Всем добрый день. Мне кажется, что здесь есть смысл поговорить о маркетинге как о технологии коммуникации с разными целевыми аудиториями. Ну, я в частности концентрируюсь на школьниках и родителей. И на самом деле о каких-то супервысоких технологических штуках я прямо сейчас не скажу, потому что есть одна другая, на мой взгляд, серьезная проблема. Есть такая вещь, как правила приема, описание образовательных программ, бюджетные места и так далее, и так далее, что выкладывается на сайты университетов куда-то. И предполагается, что абитуриент до этого сам должен дойти, открыть, прочитать и понять. При этом все это написано, сами знаете, каким языком. Языком, который ни один родитель не расшифрует. Ну, без шампальона мы там не разберемся. Это египетские иероглифы. Поэтому первое, что я делаю в своей работе, в коммуникации между вузом, родителем и ребенком, я беру эти отвратительные бюрократические тексты и переписываю их на нормальный, простой человеческий язык. Это, возможно, из вас кто-то в курсе про Максима Ильясова и инфостиль. Ну, инфостильом, возможно, это назвать в конечном итоге трудно. Это простой человеческий язык, которым разговаривают в кухнях люди друг с другом. Ильяхов, да, простите. Так вот, делаю из этих текстов гайды, затем из гайдов делаю карточки презентационные. И таким образом общаюсь с ребятами где? В соушал-медиа, в основном ВКонтакте. Вот это первая и, пожалуй, самая трудозатратная часть того маркетинга, который я веду. Благодарю вас за честность. Может быть, это показаться кому-то слишком простым, но это действительно работает и это, наверное, первые шаги. Стоит добавить про вышеупомянутый труд коллегой. Я искренне, всем совершенно настойчиво рекомендую приобрести эту книгу «Пиши сокращай», она называется. После ее прочтения я уволила практически половину своих копирайтеров, потому что там приведены замечательнейшие примеры по, знаете, убиранию из своего речевого оборота вводных конструкций, эфемизмов, штампов, канцеллеризмов. Действительно, вам понадобится ночь, чтобы стать высококлассным копирайтером. И умоляю вас никому не давать ее читать, потому что вам ее никто не вернет. Я вижу, у нас есть… Меня зовут Андрей Лазарев, я представляю здесь сразу Институт русского языка имени Пушкина Владимир Иванович Аннушкин, который должен был присутствовать здесь, но его отправили в командировку. Еще Воронежский государственный институт Людмила Михайловна Кольцова, наш член президентского совета по русскому языку. И так сложилась вот программа конференции, салона, что у нас заявка была на участие по теме, связанной с методикой интеллектуального и нравственного развития «Живое слово», то есть это такая методика 19 века, относящаяся к русскому языку. И мы, конечно, в таком недоумении все оказались, как мы будем выступать в той секции, которую тут здесь заявлено, как воспитывать маркетолога. И вот мы, честно говоря, немножко переживали. Давайте вместе подумаем. Да, и как оказалось, что первый вопрос, который был озвучен здесь на нашей дискуссии, касается непосредственно русского языка. И вот это противоречие, которое сейчас мы переживаем, то есть связано с тем, что есть субязык интернета, о котором вы говорите. Но это не тот самый классический язык, к которому мы привыкли изучать лучшие литературные произведения. И вот эта наша методика интеллектуального и нравственного развития, она называется «Живое слово». Это целый бренд. Ну, я не знаю, может быть, вы видели на канале «Культура», Аннушкин ведет эту передачу «Живое слово». Да. И в этом отношении, конечно, русский язык и традиции русского языка не пересекаются с маркетингом. И поэтому мы вроде бы здесь как к месту. Но вот мы когда стали думать, что же нам сказать отдельного для маркетологов будущего, конечно, вот если рассматривать маркетинг как комплекс мероприятий, то надо подразумевать, что одним из ключевых мероприятий – это презентация, можно назвать, где специалисту по маркетингу приходится показывать свой язык, ну, не тот, которым он пользуется в социальных сетях, там, без запятых, без кавычек, там, сокращенным, языком интернета, как Максим Крангаусс его называет. Но вот эту вот тему сохранения классических норм русского языка, мы в нашей вот программе, в нашей программе совместно с Институтом русского языка имени Пушкина сейчас пытаемся, и вот с Владимиром Ивановичем Аннушкиным в частности, пытаемся ее вот, ну, не возродить, а вот ее развивать, ее… Каким образом? Один пример приведите, пожалуйста. То есть школа русского языка, там, школа русского живого слова практически ежемесячно, или там два раза в месяц проводятся занятия для всех желающих бесплатно, Владимир Иванович. Как узнать об этом информацию? Вот самый прямо золотой вопрос, как узнать об этом? Вот, смотрите, есть ли группа ВКонтакте или в Фейсбуке на этот счет? Ну, Аннушкин, человек, он далекий от Фейсбука категорически, то есть представьте, это заведующий кафедрой словесности русской, и вот этот вот Фейсбук его. Поэтому, конечно, он нам всем рассылает бесплатные приглашения на вот эти мероприятия, ну, друзьям своим, это там буквально 20-30 там людям, а остальные потом, вот мы пишем отчеты. Вам спасибо за искренность, получается, делая вывод из вышесказанного, что нужен некий медиатор-посредник между носителем вот этого исконного русского языка правильного и адаптер, адепт для другого поколения, да, кто бы для восприятия информации смог наиболее точно, качественно понять саму суть любой дисциплины, да, или хотя бы формат общения. Ваша коллега хочет поделиться. Попрошу вас представиться. Спасибо большое. Меня зовут Елена Русинова. Я работаю в Воронежском институте высоких технологий и преподаю в школе. И этот выбор осознанный, и отходить от школы я не захотела, хотя кандидатская, все есть, да. Почему? Потому что нужно, наверное, начинать с истоков формирования мышления, маркетингового в том числе у современного молодого человека, потому что если они будут находиться, вернее, получать такой контрастный душ, в школе мы имеем академический язык, а выходим в свободный интернет-пространство, и там совершенно какой-то другой язык, вы говорите о посреднике, я думаю, что этим посредником должен стать учитель русского языка, я. Потому что мне ничего другого не остается. Если я буду говорить на классическом языке, дети меня не услышат. Это все отстой, это все позавчера. Значит, я должна быть современной. Значит, сейчас, если мы говорим о том, как это делать, я думаю, что нужно формировать целый эшелон преподавателей, неважно какого возраста, которые хорошо понимают запросы и вызовы сегодняшнего дня. Мышление у современных школьников и без нас бизнес-ориентированное. Значит, нам нужно сделать, разработать какие-то такие технологические штуки, которые помогут слить классику без потери живого слова и превращение в выморочный поток сознания. Я имею в виду интернет-язык. Его иногда страшно слушать вообще-то и воспринимать зрительно. И вот и модераторам, и посредникам, и человекам, которые формируют вот этот новый подход к языку, когда мы не выплескиваем с водой ребенка, это все-таки должен быть учитель. Но таких учителей надо готовить, и этим должны заниматься вузы. Я разговаривала со студентами-выпускниками педагогических университетов, которые непосредственно пойдут в школу. Вопрос. Вы вообще знаете, что такое в ГОС? Первый раз слышим. Понимаете? Это педагогический вуз, который готовит преподавателей. Дальше. Они не знают о том, что основным базовым понятием в системе образования сейчас становится деятельностный подход. То есть мы не учим знаниям, умениям и навыкам. Мы учим компетенциям. Копирайтерстве в том числе. Зачем писать сочинения об Онегине и Пьере Безухове? Нужно научить их копирайтингу в школе, и тогда такой специалист будет готов. Но этим же никто не занимается. Нигде и никак. Поэтому у меня есть конструктивное предложение. Прямо отправить в наши дискуссии такое открытое письмо. Я жчу, конечно. Но посыл какой-то в Министерство образования. Нужно готовить преподавателей нового формата. И заниматься этим должны а. вузы раз, б. факультеты дополнительного образования, которые есть уже на базе вузов. Есть. Я работаю на таком факультете. Мне легко с ними разговаривать, с этими людьми. Я в теме, и в то же время я чуть впереди. Поэтому это очень интересная сфера деятельности. Спасибо большое. Если будет потом желание, можем поделиться опытом. У нас немножко получилось дойти до такого мега-проекта с Осколковой, с Атлсом профессией после лекции. Благодарю. Не прощаемся. Если не секрет, в конце, когда будут вопросы, можете ли вы поделиться, а как именно вы возрождаете любовь к русскому слову. Спасибо. Шевченко Дмитрий Анатольевич, попрошу вас рассказать ваше мнение, ваш опыт, заведующий кафедрой маркетинговых коммуникаций Московский политехнический университет. Добрый день, коллеги. Тема-то заявлена о новых профессиях, маркетинг, рекламе и связи с общественностью. Сейчас теперь уже это в одной матрешке. И неожиданно про русский язык стали говорить и так далее. Я давайте переведу на, во-первых, маркетинговую терминологию, вот эту дискуссию. Значит, речь идет о продающих текстах, если с точки зрения маркетинга. У нас как бы русский язык в этой связи, дискуссия по русскому языку не очень интересует. Нас интересуют те специалисты, копирайтеры или неймеры, которые способны создавать продающий текст. То есть способны сформулировать уникальные торговые предложения, являющиеся ядром этого продающего текста. Естественно, что такие люди, они словно, как говорится, не падают с деревьев тоже. И то, что они, если они не читают классическую литературу и не являются хоть чуть-чуть журналистами, у них ничего, конечно, этого не получится. Потом вообще надо говорить, что это вообще штучный довольно товар. И сама профессия специалиста по СММ, по социальным сетям, по продвижению в социальных сетях различных товаров и услуг, в данном случае образователи можем рассматривать услуги, это специфическая, конечно, деятельность для немногих. Здесь ситом является сам спрос на эти самые тексты, которые играют или не играют какую-то роль в формулировке тех внутренних выгод, которые от этого получает специалист. Дело в том, что, например, на сфере услуг, это вообще чрезвычайно сложная штука. Тут получается так, что сама услуга, в отличие от товара, как известно, она нематериальная, неосязаемая, не складируемая, на англ не упадет, свесить ее нельзя и так далее, и так далее. Встает вопрос, как же ее материализовать? Как материализовать кота в мешке? Собственно говоря, что люди приобретают, когда они встречаются с услугами? Вот здесь вот роль самих текстов, самих вот описаний того, что вы получите, ту модель, тот образ успеха и того счастья, которое вы можете получить, имея дело там с вузом или с поликлиникой там или с косметологом, зависит как раз от этих текстов. Ну и на этом бы я хотел вот про этот русский язык и про тексты закончить. Значит, что касается новых профессий в маркетинге, рекламе и связях с общественностью. Ну я вижу, конечно, в первую очередь это профессии, связанные с интернет-маркетингом. И тут такая интересная штука. Если вы посмотрите на HandHunter или SuperJob и посмотрите на функционал, который требуется для того, чтобы разместить свою вакансию, или напротив даже есть вакансия, и мы читаем, кто же такой вот интернет-маркетолог. И тут стоит вопрос, то ли он маркетолог, то ли он специалист по информационным технологиям. Получается, что что-то среднее. Так, теперь вот мы посмотрим, например, такую новую профессию, как тренд-вотчер. Это, в общем-то, как сказать по-русски, это человек, который следит за поведением людей. Ну, в данном случае потребителей. Отслеживает это поведение, выявляет определенные тренды, и в этой связи выстраивает там какие-то рекламные кампании, сообщения адресные и так далее. Какими должен он навыками обладать? Ну, получается, что он как минимум должен знать 1С. Ну, вернее, в какой-то части 1С, там совсем немножко. Чаще всего он должен владеть самыми элементарными такими требованиями для того, чтобы всю эту информацию ввести. Есть такая система SRM, так называемая, Castor Relationship Management. Это создание базы данных. Но для того, чтобы ее ввести, надо хотя бы элементарные правила пользователя иметь. Дальше встает вопрос, а что от него, собственно говоря, требуется? От него требуется, чтобы он выдал рекомендации, которыми могли бы воспользоваться люди, принимающие управленческие решения. В данном случае, преследующие там или максимизацию прибыли, или увеличение продаж, там, повышение конкурс-способности на рынке и так далее. Кто будет учить этих вот новых людей, новых профессий, в каком вузе и так далее. Вот мне кажется, что вот настает пора как раз политехнического образования. Где как бы инженером, как тут была дискуссия, что надо сделать, чтобы инженеры у нас были там, ну, занимали первые места в мире. Какими навыками они должны обладать? И мы, конечно, понимаем, что без общекультурных компетенций, по сути, в общем-то, эти инженеры никому не нужны. Недаром в Японии, например, сейчас несколько вводят дисциплин, они уже введены, эти дисциплины, касающие эстетического воспитания. То есть дает возможность людям рисовать, заниматься художественным творчеством и не дизайнерском отношении, а просто уметь рисовать, создавать некие такие образы и так далее. В общем, считается, что эмоциональная составляющая, вот это вот образное общение, которое сейчас является драйвером в выстраивании любых коммуникаций, является одним из, можно сказать, такой платформы для развития политехнического образования. Я думаю, что мы постепенно, конечно, будем выравнивать учебные программы, ВГОСы, государственные образовательные стандарты в сторону, хотя они, в общем-то, не противоречат друг другу, потому что есть так называемые, кроме обязательной, так называемой базовой части, есть вариативная часть. И вот там каждый ВУЗ может себе позволить что угодно. Ну, например, мы занимаемся таким фигурным катанием. У нас там есть и подготовка специалистов по управлению СММ, масс-медиа, специалист по интернет-коммуникациям, интернет-технологии в связях с общественностью и так далее. Мы приглашаем элементарно с факультета информатики специалистов, которые дают им базовые представления о том, как создавать сайты, как оценивать сайты, это мы читаем, маркетологи, а вот как все-таки создавать сайты, так сказать, вот как слепить немножко, так сказать, ручками, вот это, конечно, делают информационщики, которые, ну, по крайней мере, разбираются в этих вопросах. Элементарные навыки. Остальное, конечно, все добирается в дополнительном образовании. В одном образовании вообще слить все воедино невозможно. И профессия 21 века во многом зависит от самой мотивации, внутреннего, так скажем, расположения самого человека. Вот тут до этого была дискуссия, я тоже так краем уха услышал, говорят, чему учить и так далее. Надо понимать, что у каждого из нас есть заказчик общества, а не только какой-то работодатель. Мы не должны понравиться какому-то одному работодателю. Вообще среди нас и среди детей, и среди студентов нет таких, которые бы вообще хотели кому-нибудь понравиться, кроме самих себя. Все люди рождены уникальными, они хотят добиться счастья. У них есть заказчик и его девушка, у девушки есть заказчик и мальчик, у мальчика есть родители заказчики и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, вот этим социальным клеем таким в общественном устройстве является профессия. И чем она разнообразнее, чем она шире, тем, конечно, более устойчивее и наше, собственно говоря, общество. Конкурентоспособность, на мой взгляд, России как раз измеряется тем самым профессиональной структурой разнообразной, к которой мы сейчас стремимся. Мы не можем игнорировать, например, вот такое требование внедрения информационных технологий в гуманитарные, социально-экономические науки. Мы просто не имеем возможности такое-то игнорировать, иначе к нам просто уже никто не придет. И последнее. Ко мне, ну, недавно мы просто беседовали на одном круглом столе, я его вел, пришли, ну, не буду их называть, так скажем, представители, ну, крупнейших абсолютно исследовательских холдингов, и начали вот так примерно говорить. Дайте нам специалистов по информационным технологиям, дайте нам тех, кто сможет заниматься обслуживанием вот баз данных, да. Мы хотим разобраться и понять вообще, каким образом мы можем оценить присутствие в социальных сетях различных социальных групп, то есть нам нужно сегментирование, таргетирование, настроек на таргетирование наших рекламных кампаний. Вот почему вы в вузах этого не даете, этого не делаете. Ну, к нам же дети приходят, как можно ребенка, который, как говорится, за партой сидит и до сих пор играет в крестики-нолики, вот этому делу за 4 года научить. Но, правда, я хочу сказать следующее. Есть одна удивительная штука, которую сейчас удается немногим университетам, но в данном случае, так в качестве рекламы скажу, так как я специалист по рекламе, в Московском политехническом университете, который я представляю, есть такое направление, называется оно проектная деятельность. Это такая удивительная вещь, которая требует огромных затрат информационных по сопровождению, подслеживанию, по контролю. Проектная деятельность является частью учебного процесса. Она контролируется, за нее ставятся оценки, за нее выгоняют из университета, и родители прекрасно на сайте могут это увидеть. И успех или не успех того человека, который не умеет работать в команде, который игнорирует по времени выполнение каких-то заданий, который абсолютно просто косит, что называется, вообще от этой деятельности и не ходит на занятия, Родителям тогда как бы, ну понятно, за что все-таки отключает его ребенка. Отключает его, потому что они не успели дать ему элементарное семейное образование. Но проектная деятельность, она удивительна тем, что она соединяет в себе, это командная работа по проектам, и там есть и маркетологи, и химики, и биологи. То есть проблема-то, она имеет такой комплексный характер, и она требует, конечно, включения различных направлений на факультетах, на специальностях. И вот эта возможность, да, откуда она берется, эта проектная деятельность? Это индустриальные партнеры. Это надо шустрить и ректору, это надо и нам всем, как говорится, заключать договора, привлекать и так далее. Дмитрий Анатольевич, я на этом заканчиваю. Благодарю Тайба и с другим коллегами. И да здравствует проектная деятельность Московского политических университетов. Спасибо вам за такой развернутый ответ. Понятно, что вы истинный представитель сферы образования, и заслушаться вас можно заживо. Хорошо, поговорим, если вы захотите на эту тему. Единственное, я обращусь ко всем коллегам. Скажите, согласны ли вы с мнением Дмитрия Анатольевича, что тексты должны быть исключительно продающими? Маркетинг только так, да, все остальное это писатели. Все согласны, да? Нет, вот поделитесь, пожалуйста, кто не согласен, потому что есть, сомнения и вопросы. Здравствуйте, я представляю вообще здесь два сразу учреждения. Представляю Музей Востока, как это ни странно в данном контексте, и преподаю также в университете как преподаватель. Собственно, я готовилась выступить на тему системы образования вуз и подход к коммуникации со студентами. Поэтому те тексты, которые я пишу, они, мягко скажем, не продающие, потому что я совсем далека от пиара и рекламы. Но, тем не менее, в своей работе я внедряю непосредственно в практике вместе с руководством вуза педагогического университета, Московского городского педагогического университета, мы внедряем новый подход к работе со студентами именно на практике. Вот я, собственно, подготовила презентацию, если можно, я бы хотела показать. Пушакова моя презентация называется. Она очень короткая, там всего 8 слайдов. И я просто покажу прямо на скриншотах, как современные технологии помогают лично мне в работе со студентами, как это потом позволяет выстроить то, о чем вы здесь говорите, диджитал для формирования сообществ вокруг университетов. Это как раз моя история, потому что я нацелена в первую очередь на то, чтобы найти заинтересованных, мотивированных студентов, которые бы впоследствии могли как-то коммуницировать с музеем, и мы могли бы вместе создавать, работать над конкретными проектами. Но я сейчас покажу на слайдах, чтобы это было понятнее. Давайте перейдем к первому слайду. Я его пропущу, потому что он здесь написан как раз тем самым казенным языком, который многие критиковали. Но нельзя не сослаться, конечно, на государственные стандарты в подходе к образованию. Самое главное, что я здесь хочу отметить, это то, что мы используем в работе, в этой совместной, как ресурсы музея, так и ресурсы университета. Это очень важно. И вот здесь очень важно тоже отметить, что студенты умеют очень хорошо сейчас работать с цифровыми источниками данных, умеют делать отлично презентации, умеют создавать тексты, но их нужно все-таки структурировать и как-то направлять в этой работе, особенно, когда это касается работы с конкретными вещами. И в моем случае это произведение искусства дальневосточной направленности, но довольно сложные вещи. Давайте посмотрим то, что мы готовим. Есть возможность в рамках университета работать в такой электронной базе данных в системе Moodle, которая позволяет создавать сайты для онлайн-обучения. И вот здесь вы можете увидеть, просто скриншот я сделала, что студенты получают на выходе какие данные. Например, они могут загрузить все презентации по курсу, они могут загружать тексты, которые относятся к этому курсу и так далее. Кроме того, аудиозаписи в формате MP3. Это то, что я сама делаю, это моя личная инициатива. Дальше мы можем посмотреть, как выглядит примерно моя презентация. Визуальная информация очень важна для студентов в работе с вещами. И, собственно, конкретные работы. То есть в данном случае вы можете увидеть пример домашней работы. Это онлайн, у них есть доступ у студентов к изображениям, которые они впоследствии анализируют. И в том числе в этой же программе доступны все тексты, которые студенты должны иметь в виду при анализе. То есть это такой удаленный доступ к домашнему заданию, который позволяет проанализировать произведение искусства и поставить его в определенный контекст. Но, учитывая работу с первым курсом в данном случае, я еще также веду курс чтения живописи Дальнего Востока у третьего курса. Там ребята более подготовлены. Первый курс у них еще не очень хорошее знание японского. Поэтому здесь задание просто сопоставить случайный набор иероглифов в случайном порядке с листом и расположить их в нужном порядке, что очень сложно, потому что это скоропись. То есть это по форме иероглифа сделать непросто. Но не будем вдаваться в такие подробности. Вот последний пример. Пример практического задания. Допустим, я отправляю студентов в музей ходить делать презентации после посещения определенных выставок. Готовить презентации. Мы их опять же загружаем. Каждый студент, работая в группе, может предоставить такую информацию. Спасибо большое. Это интересный пример для многих, я уверена. Новый, но все-таки, Анна, вы сказали, вы пишете другие тексты, вы коммуницируете со студентами по-другому. Так какой ваш язык? Он про что? Я имела в виду, что мои тексты... Тут был вопрос про продающие тексты. Что может продать сотрудник музея студенту? Ну, наверное, интерес к искусству. Интерес, навык. Вряд ли что-то конкретное физическое. Я считаю, что если в этом контексте рассматривать мои тексты продающие, потому что студенты мне помогают в практике. Сейчас, например, я набрала группу из трех человек, которые вместе со мной готовят выставку мультимедиа-арт-музея. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Спасибо большое. Я, скорее всего, буду не очень удобным спикером, потому что я как-то отстраивалась бы от всех, кто здесь только что прозвучал. Меня зовут Лилия Бондарева. И я представляю Национальный исследовательский технологический университет МИСИЦ. Михаил, вы очень просили, чтобы я сказала свою фамилию. Она сказана. А я готовилась к другой панельной дискуссии, но мы с вами здесь встретились. Я готовилась как раз-таки выступить по поводу того, каких специалистов в маркетинге и рекламе мы готовим 2025. Почему я неудобна? Во-первых, я не занимаюсь коммуникацией со студентами. У нас есть прекрасная служба по коммуникации и маркетингу, которая этим занимается в университете. Я здесь для того, чтобы рассказать о нашем опыте реализации международной магистрской программы по коммуникациям и международным связям с общественностью в области науки и технологии. И вот почему это не про русский язык, потому что вся эта программа на английском языке, хотя Владимир Владимировича я прекрасно знаю, помню, и он был моим учителем в Московском университете, когда я там училась. Итак, что я хотела бы сказать. Про продающиеся тексты, да, но скорее это не то, чему мы учим ребят на нашей программе. Наша программа – это для тех, кто умеет распаковывать и упаковывать смыслы. Это представить, это те, кто будет работать на уровне принятия решений. Не те, которые будут помогать людям, принимающим решения, а те, кто будет принимать решения. Это уровень стратегических коммуникаций. Если можно мне кликер. Я не буду вам говорить о разрывах и взаимосвязях нашего мира. Они все остаются теми же. Я лишь хочу сказать, что потенциал стратегических коммуникаций на глобальном уровне очень высок. Технологические компании сейчас отдельные акторы системы международных отношений. И это накладывает на них серьезные, как, скажем, возможности предоставляет, так и дает вызовы. Глобальная взаимозависимость. Не будем говорить, например, партнер нашей программы лаборатория Касперского, которые сейчас, ну вот, испытывают всякие разные сложности из-за той глобальной взаимозависимости, в которой мы находимся. Рост значимости этических оснований. Вспомним недавнее открытое письмо сотрудников Гугла своим дирекции, которые сказали, что они откажутся работать в этой компании, если Гугл не прекратит сотрудничество по производству оружия для нужд США. Этот слайд, наверное, здесь говорят все. Речь идет о гражданском. Да, 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 Пресижн. Это как раз про дроны. Не будем говорить о том, какой есть у нас потенциал в России. Не будем говорить также о вызовах, которые у нас есть. Это все здесь присутствует. Что мы сделали? Наша программа — это не то, что досталось в наследие технологическому университету от тех смутных времен, когда вузы занимались всем, чтобы выжить. Наоборот, это было очень сознательное решение, которое мы приняли три года назад по набору, на магистратуру по стратегическим коммуникациям для продвижения наукоемких продуктов и сервисов. Очень быстро скажу, что 50 на 50 на нашей программе учатся российские слушатели и зарубежные. Это создает очень хороший, правильный микс для того, чтобы выполнять не только, как мы говорим, проекты, но и понимать, как на глобальном уровне выстраивать смыслы. На нашей программе не обязательно поступают люди с разным опытом, академическим и профессиональным. Средний возраст слушателей нашей программы — 27 лет. Это означает, что у нас не только выпускники вузов, но и люди, которые уже имеют профессиональный опыт. Это дает здорово, это дает правильный, опять же, микс для работы слушателей. Проектный подход об этом много сказано, но мы это делаем как внутри университета, сразу встраивая ребят. Я их так называю, ребята, хотя некоторые из них старше меня. Встраивая их на площадки наших инновационных небольших предприятий или на площадки наших партнеров. И то, что мы делаем, да, я согласна, что люди в области коммуникации должны создавать тексты, правильные тексты. Но мы их учим прежде всего вкладывать правильные смыслы, искать, точнее, определять эти смыслы и устанавливать глобальные взаимосвязи. Четыре эффекта, которые не могу не отметить. Это стратегическое переосмысление роли коммуникации сейчас в технологической повестке дня. Все, что происходит в технологиях, это ради человека, для человека и из-за человека. Мы расширяем сферу подготовленных специалистов по коммуникации. У нас вот уже есть прекрасные примеры, когда мы, опять же, ребята встраивались на уровне организации стартапов и помогали нашим партнерам выходить, в том числе, и на зарубежные рынки, на рынки США и на рынки Европы. Мы успешно реализуем образовательную концепцию интернационализации дома, когда российские слушатели не должны уезжать за рубеж, чтобы учиться полностью в международной среде. Ну и так или иначе мы делаем вклад в развитие экспорта российского образования. Спасибо большое. Спасибо. Лилия, сколько длится ваш курс и сколько он стоит? Это образовательная магистрская программа, двухлетняя. То есть мы абсолютно находимся в рамках системы российского высшего образования. И там есть бюджетные места, то есть для тех, кто молодец, они могут поступить совершенно бесплатно. Комсомольская правда, журналист. Благодарю за предоставленное слово. Я журналист комсомольской правды, крупнейшей газеты России. Меня зовут Эдвард Чесноков. Сегодня для каждого журналиста необходимо ровно одно качество. Это конвергентность. Если вы посмотрите на наш медиахолдинг, то у нас есть сайт, у нас есть газета, у нас есть радио. И одно время у нас был даже телеканал. Все это, как вы понимаете, под одним брендом комсомольская правда. И если, например, я как журналист беру у кого-то интервью, то это интервью записывается на специальный радиодиктофон на радио. Это интервью выходит в интернет-варианте на сайте КПРУ. Это интервью выходит в газете. И если там есть возможность сделать видео, то, разумеется, выходит и в видео-вариант. О чем это говорит? Это говорит о том, что нынешний боец пера должен уметь в три раза больше, нежели там еще 5-10 лет назад. То есть вы должны быть и квалифицированным радиоведущим, вы должны уметь вести себя в кадре и быть телеведущим и одновременно оператором и монтажером, потому что понятно, что никто не будет вам специально давать монтажера, чтобы сделать какое-то видео. Вот, пожалуйста, наш очень талантливый, очень выдающийся военный корреспондент Александр Коц. Он сейчас находится в сирийском городе Дума, том самом, который стал известен на весь мир из-за провокаций с химическим оружием. Он нашел ту самую больницу, где снимались эти постановочные кадры с провокацией. И снимая об этом видеоматериал, который пошел в его текстовый материал, он снимал сам. Вот взял айфон, так вот снимал. Идет, вот, смотрите. Причем он с фронтальной камеры снимал, вот так вот. Вот типа вот он здесь вот, на его фоне вот эта больница, где снималась провокация. Вот. И монтировал он там же в айфоне, там есть программа iMovie для монтажа видеороликов. И там этот ролик уже мы его выложили на фейсбуке. Вот он, помимо его статьи, вот и ролик тоже набрал огромное количество просмотров. Далее, вы должны работать в качестве радиоведущего. Конечно же, вы должны уметь хорошо писать. Конечно же, у вас должны быть навыки новостника. Конечно же, вы должны уметь не только писать тексты и делать все то, что я перечислил, но и, например, знать, как работает Tilda или другие системы верстки сайтов. Ну, Tilda – это такая самая продвинутая. Мы в ней работаем, например, я. Вот конкретный пример. В этом году был юбилей, который остался совершенно незамеченным. Весной 1918 года в разгар Первой мировой западное посольство переехали из Петрограда в Вологду. В историографии этот период называется «Вологодское сидение дипкорпуса». Второй раз, 100-летняя годовщина этого события, наверное, не повторится. Мы решили сделать материал. Что мы сделали? Я специально съездил в Вологду, снял этот дом, где находилось американское посольство. Этот дом в Вологде, кстати, до сих пор есть. Там можно побывать. Я взял интервью у историка. Вот мы нашли историка. Его зовут Александр Быков. Это человек, который там нашел архивных материалов примерно на 5 томов о пребывании этого дипкорпуса в Вологде и там их потихоньку издает. То есть мы… Сейчас я вам покажу. Вот айфон у кого-нибудь есть. Можно айфон? Вот. Что в этом пакете? Вот. Легким движением руки это насадка при прикреплении к айфону. Да, вот, вот. Ну вот давайте представим. Да, вот сюда вот он вставляется. Да, ну все поняли, да? Вот. Вот. В помещении получается практически студийная запись. Так что мы можем даже дать на радио эфир, если он будет записан. Эти новые технологии дают нам колоссальные возможности. Это маленькая насадка. Да, возьмите, пожалуйста, ваш айфон. Спасибо за демонстрацию. Видите, всегда нужно, когда ты что-то приходишь, нужно не просто рассказать, но и показать какую-нибудь крутую вещь. Вау-эффект, так сказать. Вот. И в Вологде мы записали на радио, вот на это устройство интервью с историком Александром Быковым. вышла версия для печати в газету. Да, сильно сокращенно, но все-таки вышло. И самое главное, я сделал лонгрид на тильде. Там оформил, нашел там архивные вот эти вот фотографии, цитаты. В общем, сделал так, чтобы интересно было. То есть это как раз пример того, как конвергентность медиа и интегральные компетенции журналиста создают вот тот самый медиапродукт, который, смею заверить, конкурентоспособен. Редакции не нужно там держать три человека, радищика, текстовика, сайтовика и еще снеговика. И все это делает один человек. Вот если вы... Ну, я понимаю, что тут, к сожалению, Юлия Загитова не смогла прийти. Наверное, все читают ее канал Breaking Trends. О трендах в медиа. Кто не читает, подписывайтесь. Вот давайте сейчас поднимем руки, кто читает этот канал. Я ей фотку вышлю. Да-да-да. Выше руки, руки выше. Вот, отлично. Так, тут есть сейчас. Вот, я вас сфотографировал. Спасибо. Спасибо вам. Делаем вывод из того, что сказал Эдвард и наши уважаемые коллеги, что будущее за многопрофильными специалистами, обладающими надпрофильными навыками. Интегральными и другими конвергентными и модными словами, терминами. Уважаемые слушатели, зрители, все присутствующие, есть ли желание пообщаться в режиме вопросов, ответов. Да, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Илья. Я и как издательство представляю, так и, собственно говоря, очень много работаю с группами ВКонтакте. Вот, и у меня вопрос к Алсу. Коль вы уж занимаетесь маркетингом, вот за, скажем так, мою SMM работу, года за три впервые встречаюсь, наконец-то, с представителями ВКонтакте. Живу я, не общаюсь с вашими чудо-агентами. Вот. Такой вопрос к вам. Вот смотрите, где-то еще 3-4 года назад рекламу ВКонтакте можно было за рубль там или 60 копеек даже давать. Сейчас она возросла до 6 рублей. Но при этом, вот, хоть с бубном пляши, хоть что делай, но, тем не менее, отдачи с нее очень-очень мало. Вот первый вопрос будет на тему того, что ВКонтакте собирается с этим делать или же собирается все-таки наконец-то снизить стоимость, чтобы хотя бы отдача совпадала. А второй вопрос, когда отменят это дурацкое правило по поводу конкурсов-репостов, то сейчас происходит как? Как только какая-то большая группа делает конкурс репостов, на нее налетает шкалота в виде первичных агентов и, значит, группа банит до выяснения обстоятельств. Потом там подключаются чуть более умные агенты, потом доходят до юротдела и потом через какое-то время говорят а-та-та вам и живите дальше. Хотя конкурс репостов, вы прекрасно знаете, это одна из самых дешевых и качественных, собственно говоря, возможностей. Вот я надеюсь, что вы прокомментируете это. Будет очень интересно. Спасибо. Если покороче получится, Алсу будет. Да-да-да, я по поводу конкурсов лучше лично объясню. Там связано с законодательством, о лотереях и так далее. Подойдите друг к другу. Вот. Да. А то, что касается рекламы, реклама была дешевая, потому что ее мало кто использовал. Сейчас много кто использует, поэтому она стала дороже. Не чтобы нажиться на коммерческих фирмах, а потому что, чтобы она не заполонила весь ВКонтакте. А чтобы она была эффективной, нужно современное поколение воспринимать всю рекламу как информационный шум. Если вы не обращаетесь, не таргетируете очень узкой аудитории и не обращаетесь именно к человеку, если реклама не отвечает на его конкретную боль, которая у него есть сейчас, он воспринимает ее как информационный шум и просто на нее не смотрит. Поэтому тут все зависит от вас. Да. Да. Зал желающих, собственно, и всяк, как я вижу. Но опять подводя итоги, хочется поблагодарить всех присутствующих, что просто приехали и хотя бы поделились искренне своей ситуацией, из каких бы вы ни были сфер, какими бы направлениями вы ни занимались. Мы все понимаем, что у нас болит у всех одно и то же. И мы можем сколько угодно размышлять о кластерном прототипировании, но пока мы не начнем с самого простого, чтобы быть понятными и полезными друг другу, наверное, мы все-таки далеко не уедем. Еще раз огромное спасибо всех, кто хочет пообщаться с уважаемыми спикерами. Догоняем их в коридорах. Субтитры создавал DimaTorzok